Прямо сейчас в прямом эфире представим вашему вниманию отрывок фэнтези-мюзикла «Легенды о вратах». Давайте посмотрим гостей в нашей студии. Субтитры создавал DimaTorzok «Легенды о вратах» «Леждая во мраке, открой мое имя, какой имен видишь, какой к тебе выйду». Субтитры создавал DimaTorzok «Легенды о вратах» 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 собрать в кучу как проходит работа над постановкой кто участвует хоть каким образом это происходит ну просто собираемся все вместе ну и репетирую так только в микрофон у вас попросим говорить расскажите пожалуйста как проходит как проходит репетиция в сущности как бы его верно сказал мы все собираемся репетируем да ну и как бы приходится контролировать этот процесс смотреть за тем чтобы была дисциплина и затем чтобы ну верно попадали простите меня к следующему вопросу не могу отделаться от ощущения что я с арвин или с галадрией разговариваю серьезно надеюсь ревности между любителями фэнтези нет никакой но вот я очень хочу спросить о костюмах вы их сами делали правда откуда брали эти образы есть точное описание в книге как мы допирались ли действительно на чьи-то образы из других точно описание в книге в принципе вот в общем то у меня так хизис как бы у нее не такие точные описания потому что это богиня тьмы вот и она может менять свои образы и она предстает в очень разном виде вот поэтому у нее но я при построении своего костюма больше ориентировалась на наверно московскую постановку так оба я ну корона то есть у меня в книге ну лично у треслина там описано прям до цвета кожи то есть подробно все расписано поэтому ну старались вот постараться под книгу существует несколько версий московской постановки авторства разных режиссеров так что мы смотрели конечно на их работы мы ориентировались на книжные описания ну и вот такой у нас то есть было бы на что ориентироваться да но это хорошо да мария у вас стоит поинтересоваться часто ли вот читатели выступают с такими необычными инициативами на самом деле в последнее время действительно это происходит очень часто и это самый яркий наверное такой пример когда ребята вдохновившись вот этой московской постановкой гастроли которые были в прошлом году у нас красноярске они пришли к нам и сказали мы хотим делать мюзикл а давайте сделаем у библиотеки вот мы конечно не против тем более сейчас библиотека выступает в роли не просто библиотеки но такого особенного пространства где можно проводить свободное время реализовывать какие-то свои творческие начинания и мы с радостью поддерживаем такие инициативы у нас есть другие проекты помимо этого даже можно сказать что в ближайшее время у нас будет инициатива еще и еще и даже что касается наших участников мюзикла мы все сплотились и не хочется расставаться и многие наши ребята не уже предлагают чем можно заняться еще и еще и это уже даже выходит за рамки ну каких-то таких постановок это ну конечно театральная деятельность но также самое разнообразное но вы заготовили огромное количество экземпляров и вообще расширили полку фэнтези для того чтобы после премьеры всем хватило книг почитать на самом деле после каждого подобного мероприятия у нас мы добиваемся наверно да каких-то своих таких целей действительно расширяется интерес к литературной основе тех мероприятий которые мы готовим и конечно мы всегда работаем над расширением наших фондов чтобы наши читатели уходили максимально довольны но есть шанс прям пригласить когда где что кого где искать даже свой афиша есть прекрасно я ее буду держать рассказывать здесь изображены как раз таки некоторые герои так понимаю который присутствует сегодня здесь да да только брата рейслина мы не захватили сегодня и так когда видим премьера у нас назначена на 19 мая в 7 часов библиотеки добролюбова красноярский рабочий 102 вход свободный мы будем очень рады видеть вас потому что это очень важное для нас событие мы готовимся переживаем много репетируем вам желаем и успеха и аншлага и того чтобы книги у вас их было мало библиотеки то что всегда были на руках но всегда возвращались целости и сохранности наших гостей представил горку лчан артист мюзикла легенды о вратах и также артистки и посместительствующие режиссеры постановщиками так все да поучаствовали анна коношенко татьяна червакова и мария кокова сотрудник библиотеки имени добролюбова режиссер легенды о вратах спасибо вам большое этим утром за то что к нам пришли да спасибо огромное были рады вас видеть мы